всем здорова привет так это наши наши рози сегодня сколько у нас 14 14 мая розы только еле-еле начали свести холодрыга ужасная стоит ну просто сегодня солнце находит тучи он они тучи такие ходят ужасно эти береза ты говоря березы выросла вообще сама по себе никто не сажал никто никакой никто никакой саженец никуда не садил никто не направлял сама взяла закрытое место стоит гараж ставит забор и он между гаражом и забором она умудрилась это береза умудрилась вырасти это это анриел просто я не знаю как она это сделала это просто природа села природы розы зелененькие пока зелененькие еще тут роза 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 яблоня эта молодая к это яблоня я не знаю кто ее привез откуда она взялась я вообще не хотел ее сажать давайте посадим давайте посадим вообще в огороде должна быть сирень обычно 7 сейчас уже 14 мая сейчас расскажу проявлен 14 мая обычно сирень уже она цветет с 20 по 25 мая так вот потому что когда мы я помню когда мы в школе когда учился нас привозили сюда на датчик это 29 первых числах июня вот и уже она отцвела сейчас 14 мая она даже надо даже бутонов даже не набрала то есть это старые сухие этот вот прошлогодние она только 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 сейчас 14 мая только-только начала вот они вот они эти вот еле-еле новые бутончик только-только-только появляется в новый бутон то есть насколько эта весна вообще холодная вот что касается деревьев на даче я советую если кто-то думает вообще заводить ли дачу или нет принципе дача прикольно потому что сейчас на самом деле это раньше там устроить дом участвовать раньше от номера у соседей там дал через забор и не знаю видно не видно показала не показала не знаю какой деревянный сайт его сделали его возвели за по моему три-четыре дня его то сейчас сборной дома они с просто при привозится и сразу делаются вишня но здесь была другая вишня росла она из какого-то отростка пошла но оставили расти и вот она в итоге растет уже видите только-только начинает только бутоны набирать там сосед разводят эти самые пчел разводит уже ну лет десять наверно уже пчел разводит но как он переехал отсюда пил вот что насчет деревьев вот поэтому блин я часа на тему все перескакиваем другой перескакиваю и забываю то что закончить об одну вот теперь дача на самом деле очень легко встать любые дачный домик если вас типа хватило денег на дачу то есть если на какой-нибудь небольшой домик где вы можете посидеть попить чай тем более сейчас есть чай электрические чайники которые ты просто в окну не надо никакой печени фигеть ничего это то есть совсем другое дело вот так что пока что поделал эти самые крыжовник раз у нас оградки так сказать крыжовник 2 там смородина это груша которая всегда цветет но никогда ничего это самая ни одной груши мне не всегда они все все падают она не знаю они почему-то цветут и потом дальше они не растут не знаю почему что делать можешь просто дикая груша хер его знает давно я уже она только растет только уже как я не знаю скоро как сосна будет какая-нибудь ведь какие-то там ходят то то есть это жесть то есть каждые полчаса каждый час идет дождь и так уже весьма сегодня же 14 мая это весьма я думаю так прошло может касается деревьев что касается деревьев вот и вот слива вот кстати говоря яблоня который уже 30 лет 30 лет в 90-е годы сажал вот уже она даже он только первые листья появляются то есть насколько холодная весна в середине мая только первые листья у яблонь это забей вот уже 30 лет сейчас 22 год идет она где-то в 90-м или 89-м году сажалась до сих пор разрослась короче здесь придется сажать ну здесь вот все это по картошку вот это ананасовая слива вот это простая какая-то слива тоже неплохая тоже она уже старая тоже вот это новый отросток здесь здесь была слива раз здесь была слива 2 кстати говоря ни в коем случае себе на огород не сажайте сливы потому что от них от не вечные отростки и тут например вот видите вот ну и летом будет еще больше вон вон там он уже начались то есть от них идет миллион отростков от этих вечно упадающих слив они потом разрастают не знаю или может корней растут короче одна беда короче с этими сливами не сажайте себе сливы на дачном году на огороде 1 морока вот это все тоже под картошку господи моя бедная спина земля кстати говоря абсолютно сырая она она очень тяжелая я не знаю я наверно сдохну наверное когда буду сегодня копать все сажать у тебя даже снежок для жизни даже лепится это забей бедная моя спина сегодня вот это яблоня тоже 30 лет он тоже где-то 80 90 году сажал где-то так тоже старая новый побег уже пустил не знаю что с ним делать не знаете делать проблемы то есть яблоня офигенная я не знаю что это за сорт вот не знаешь это сорт но яблоня само по себе офигенная я бы хотел бы от нее оставить отросток бы чтобы он все-таки как-то роз не знаю я просто боюсь его отдельно отсадить то есть вырубить здесь отдельно как того высадить но я боюсь что он загнется отдельно я боюсь он не выдержит роста на нем даже вот на этом даже маленьком отростки даже на этом маленьком отростки уже уже в прошлом году были яблоки уже здесь было цивилия яблоня это калина разрослась вообще жопу нам полезная очень но конечно же никто не ест вот они красные ягоды здесь вот одни только птицы летают вечно просто вечно не знаю что с ним делать она просто как какой-то большой большой сорняк растет не знаю когда-нибудь руки до нее дойдут тоже то есть вот это вот все сажать тоже это ужас да то здесь была вишня но здесь какие-то новые отростки идут не знаю здесь тоже может быть надо аж засохла текст на каштан 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 правда говорят что но если поверить типа типа каштана внутри не с ним не сажают но пофиг садили посадить не знаю почему не знаю кто знает напишите в комментариях почему скашта на не сажают внутри дворов кстати говоря каштаны в такой если это что такое каштаны кто не знает это когда знаете как вот винограды крости винограда пока ты грозди винограда направлены вверх то есть это как пламя как а у них они цветут как пламя свечи и представьте таких миллион 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 этих свечей на деревьях особенно если низко в ряд эти где есть на месте кто в москве живет между метро коломенском коломенское и следующая станция какая там к вам каширская помощь из-за станции помнят по зеленой ветке есть коломенский проспект там больница номер 7 или номер шесть что ли помню версии по больнице там вот напротив этой больниц там как раз это коломенский проезд там их просто они в два в три ряда стоят эти каштаны это такое летом потрясающее зрелище это это просто не что я когда первый раз когда ехал мимо автобусе я вообще сначала не понял что это вообще такое я думал как винограды растут в москве думка себе опасно рука почему не стоит сажать сливы вот она слива кстати вот это слева написать прикольная такая маленькая как орех такая кисло-сладкая такая такая маленькая черненькая вообще потому что вот она сама слива и вот где ее отросток пошел представьте да будет здесь все вокруг это всего в отростках все всегда приходится все это косить выдирать там и так далее поэтому не максимум одну-две сливы максимум сажайте все больше не сажать я просто эту оставил одну вот один отросток оставил потому что вот этот он немножко уже загибается здесь уже начинает отходить то есть уже все позеленело вот уже ведь она уже по и нужно высыхает поэтому шил новый новый дать отросток у нас еще один каштан есть многострадальный который два раза скашивали и он все-таки растет это вот тоже вот пример живутости и примера напора быть вопреки всему живым сильным это вообще не знаю какая-то опять яблоня как она здесь появилась я вообще хрен его знаю это еще одна сирень ну примерно так сегодня суббота сегодня суббота ну вон видите опять туча идет еще очередная то есть через полчаса опять будет дождь там еще одна туча идет еще будет дождь то есть в этих промежутках надо успеть хотя бы посадить сегодня это там еще у сарая посадить а завтра посадить вот это все я в понедельник тогда обратно в москву поеду как так все всем удачных выходных хороших принципе дача неплохо если вы не напрягаете здесь посажены уже помидоры никогда не сажайте помидоры с ними столько мороки это это просто забей вот огурцы там еще чьим и такое неприхотливое что просто приехал полил уехал все вот это можно а то что нужно подрезать поливать удобрять это ой коз они еще помидоры они еще многим просто миллион болезни у них еще плода плода дождешься ладно я уже поехал углубляться в крайности все сейчас пойду чай попью и начнем сажать всем пока вам до новых встреч скоро увидимся в танках